Студенты высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета продолжают знакомиться и погружаться в профессию журналистика. В этот раз учебный пресс-тур прошел на Казанском вертолетном заводе. Этот завод является одним из крупнейших в мире производителей вертолетов среднего класса. Студенты-журналисты посетили механо-сборочный цех, где увидели, как происходит изготовление деталей. Уже готовые детали попадают в цех покрытия, где на них наносят краску, чтобы защитить от коррозии. После того, как детали изготовлены, они проходят проверку и начинается самое интересное – сборка вертолета. В среднем для того, чтобы изготовить один вертолет, требуется всего один месяц. После тщательного осмотра различных цехов студентам-журналистам также выпала возможность увидеть, как проходит испытание уже собранных вертолетов. Для того и нужны испытания вертолета, для того, чтобы на ранних этапах изготовления или, допустим, до передачи заказчику техники, чтобы выявить какие-то, допустим, моменты, которые нужно исправить. Но перед тем, как сесть за управление реального вертолета, пилоты проходят проверку. Сейчас мы находимся в авиационном тренажере вертолета Ми-8. Именно здесь пилоты отдачивают свое мастерство. Студенты тоже смогли попробовать себя в роли второго пилота. В Казахском международном заводе мне понравилось намного больше, потому что, во-первых, мы тренировались, мы пробовали себя в качестве пилотов. Это очень здорово и интересно. Также на летной полосе мы смотрели, как взлетают вертолеты. И очень понравилось, что мы попробовали сами порулить немножко, попытать. Это очень здорово, мне очень понравилось. У журналистов была возможность задать сотрудникам Казанского вертолетного завода все интересующие вопросы. Ведь после завершения пресс-тура студенты должны будут написать материалы и показать на практике, чему они научились. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова